Владимир Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Александрович. Ну что, множество событий произошло с вашей последней встречей, Владимир Михайлович. Поэтому очень интересно. Но ваш любимец Зиньковский перешел в московский «Спартак». Что вы об этом думаете? Сожалею, безусловно. Ну, вы знаете, Сергей, я люблю наблюдать за становлением команды. Да. Когда команда становится очень интересной, и вот «Крылья Советов» я не пропустил, по-моему, ни одну игру. В том смысле, что я смотрел их по телевизору все. Мне очень нравится команда. И как из нее тонко выдергивают лучших и разваливают эту команду, меня подвергают в отчаянии в какое-то. Потому что из чемпионата России забирают команду, которая могла бы своим составом быть звездной. Которая могла бы, если не чемпионом, то серебряным призером, бронзовым призером стать, понимаете? И стать таким мощной командой, способной удивлять. Потому что чемпионат России будет тогда интересным, когда не только «Зенит», «Спартаком», «Динамо», «Локомотив» и «ЦСК», да? Когда появится удивительно интересная команда, ну, как вот сейчас в этом году появился «Крылья Советов» или «Сочи», которое было понятно, что любая из этих команд может удивить. Вот чем больше таких команд появляется, тем откровеннее становится то чудо, которое мы любим. То есть чудо российского футбола, про которое все говорят бранные слова. Я никогда не говорил бранных слов, потому что мы можем создавать интересные вещи. Вот в частности, одна из интересных вещей чемпионата России – это появление команды «Крылья Советов». Но когда у «Крылья Советов» сначала Сергеева забрали, потому что он больше всех забивает, потом вдруг оказалось, что появляются жемчужины команды, и берут еще левого полузащитника. Сейчас еще двух-трех футболистов заберут, и «Крылья Советов» исчезнет из нашего наблюдения. Но это, вы скажете, это профессиональный футбол. Да, это профессиональный футбол, но за ним надо очень внимательно наблюдать. Если будут происходить такие вещи, что Бакаева забрал «Зенит», но другое дело, вот здесь, вот Сергей, вот есть вещи, что, например, Бакаев хотел остаться в ЦСКА, ой, в «Спартаке». И если бы ему дали что, и вообще, если бы с ним относились более-менее обходительно, внимательно и по-человечески, он сто процентов бы остался в «Спартаке». Но он ушел в «Зенит», потому что ему предложили лучшую заработную плату, и главным образом он ушел в «Зенит» из-за отношения к нему в «Спартаке». А вот Зенитовский ушел в «Спартак». Понятно почему. Ну, простите меня, насколько у меня память не изменяет, из крылья советов «Спартак» уже брал ни одного футболиста, правильно? Да. И Соболев тоже из той же «Плеяды», так ведь? Да. Ну, вот я говорю, что мне очень-очень неприятно, что разрушается структура чемпионата России. Если бы вы сказали, что из команды «Крылья советов» ушел, он ушел в команду «Торпеда Москва», которая появилась в «Вышем деле», ее же надо укреплять, чтобы она не вылетела, правильно? А команда «Спартак», которая берет по пять иностранцев и тренеров в том числе, понимаете? И непонятно, какой футбол они будут играть на следующий год, спрашивается. Сергей, я не соглашусь с кем-то, кто скажет, вот знаете, точечно взяли. Вот как московская застройка сейчас жила. Точечно, говорят. Знаете, в парке пристроили дом высотный, сказали, точечная застройка происходит. Вот если в «Спартаке» это было точечно, не хватало левого полузащитника. Взяли лучшего, заплатили большие деньги, очень большие деньги. Тем самым помогли «Крылья советам» закупить каких-то других футболистов, можно было бы понять. А когда сам «Спартак» начинает, можно сказать, с чистого листа, потому что новый тренер, новые футболисты и тому подобное, и зачем этого «Зиньковского» брать? Потому что главный тренер «Спартака» новый, который, он без понятия вообще, что такое «Крылья советов», где вообще находится «Волга», и вообще он никогда «Волгу-то» не видел. Я имею в виду «Рьех» и не терялись в понятиях. Да, все понятно, но что делать? Вы говорите о том, чтобы создавались команды, чтобы футболисты не переходили. Но как это все построить? Сергей... Как это все построить? Это же деньги достаточно большие. А как сделать так, чтобы у «Самары» эти футболисты не помогли? Вы понимаете, но мы же сопротивляемся, мы же сопротивляемся. Нам вот «ФИФА» в колеса российского футбола все время палки вставляет, здоровенные. Чтобы мы отказались от иностранных тренеров, отказались от иностранных футболистов. Они же все сделали за этот год. Вы посмотрите, как наши клубы сопротивляются. Почему сопротивляются? Потому что чемпионами очень хотят стать. Понимаете? Потому что... А как? В российском чемпионате российских футболистов, российских звезд довольно мало. А мир, он полон неожиданностей, да? И очень... А денег полно у всех. Откровенно говоря, денег полно у всех. У тех клубов, у которых должно быть много денег, да? Которые торгуют нефтью и газом, которые все дороже и дороже, так? Так вот, Сергей, здесь проблема возникает. И эту проблему они приняли решать самым простым способом. Какой способ? Пошел и купил. Да? Да. Вот. А тут FIFA говорит, нет. До лета следующего года, 23-го года, любой иностранный футболист, любой иностранный тренер в любой момент может удрать из команды. Тем самым это мощный удар по Спартаку, по Зениту, ну и по другим клубам, у которых есть деньги. Как бы они нам протягивают руку помощи и говорят, ребята, да решайтесь, наконец. Откажитесь от FIFA, пошлите нас на три буквы. Пошлите и UEFA, пошлите на три буквы. Развивайте свой советско-российский футбол по тем правилам, по которым они были составлены. И создавайте интереснейший чемпионат. Так вот, чтобы создать интереснейший чемпионат, для этого не надо иностранных тренеров. Понимаете? И более того, естественно, выработать систему какую-то, что нельзя разрушать команду. Ну, нельзя разрушать команду, которая входит там в лучшую семерку чемпионата и в состоянии сделать великолепный результат на следующий год. Ну, представьте себе футбольный клуб «Спартак» 1976 года, да, когда они были в первом дивизионе. Потом они набрали молодых футболистов, да, эти молодые футболисты вышли в высший дивизион, так, на следующий год они заняли пятое место, а вот на следующий, в 78-м, каком там, в 79-м году они становятся чемпионом. Ну, вот представьте, что в 78-м году вот этих трех лучших футболистов, которые явно тогда, помните, они появились в составе, не будем даже называть их фамилии, наверняка фанаты московского «Спартака» хорошо помнят их. Так вот, представьте себе, что в этот момент «Киевская Динамо» берет их и покупает, или ЦСКА забирает, и опять «Спартак» оказывается в первом дивизионе. Как вам это нравится, Сережа? Как вам это нравится? Нехорошо, нехорошо. Нехорошо. Вот сейчас приблизительно происходит то же самое. Другое дело, на «Спартак» тяжело тогда было наехать, это все-таки «Спартак», понимаете? Да были бы другие правила, были другие просто правила, деньгами не перебить, надо было перебивать квартирами, но не все хотели в Киев ехать за квартиру, лучше за квартиру ехать в Москву. Ну, так сказать, получалось, а больше «Спартак» ничего не мог. А сейчас деньги. Деньги перешибают, конечно, поэтому разрушается команда, чудесная команда, которая удивительным образом была стоять. Мы с вами на эту тему уже разговаривали, не потому что, я говорю, там они «Спартак» могли бы обыграть, но они и «Динамо» обыгрывали, они и «Зелит» обыгрывали. Они многое чего могли бы, они многое чего могли бы сделать, Сергей. И в этом году, в чемпионате, они могли бы занять более высокое место. Да, Владимир Ильич, но что тогда сделать, чтобы обеспечить равный доступ к финансовым ресурсам? Мы же понимаем, что это главное. Да. Вот что нужно сделать? Ну, Сергей, очень тяжело здесь. Вы понимаете, какое дело? Для того, чтобы понимать, что происходит в наших финансовых структурах, мало кто еще может разобраться. Понимаете, если вы призываете меня вспомнить трехдневной давности Санкт-Петербургский слет, да? Да. И выступление Владимира Владимировича, то Владимир Владимирович неожиданно удивил многих, кто внимательно смотрел передачу, потому что так-то не афишировалось. Но он, когда вы меня про московский «Спартак», в частности, вы меня тянете поговорить про московский «Спартак» и про «Лукоил», в частности, да? Почему? Потому что вы знаете, что сейчас баррель нефти, да? Сколько стоит баррель? Не знаю, Владимир, почему? Ну, скажем, 120 долларов. В прошлом году он стоил порядка 40, в позапрошлом году порядка 40, а в позапрошлом еще меньше. То есть, понимаете, в три раза возросла цена на этот продукт. Естественно, «Лукоил», как бы «Лукоил» сейчас не кричал вам и не убеждал вас, потому что я как-то в одной передаче услышал от вас посыл, что «Лукоил», что «Лукоилу» сейчас тяжело. Тяжело «Лукоилу», понимаете? Мы с вами рассуждали на другую тему. Но посыл в том, что «Спартак» переходит в режим экономии. Совершенно верно. Что это значит? Что «Лукоилу» тяжело, а самому владельцу «Спартака» стало тоже тяжело. Такое впечатление, что нефть упала до 10 долларов, и просто невыгодно из земель России высасывать нефть и продавать ее дороже. Понимаете, одни убытки. Но на самом деле это не так. Но суть выступления Владимира Владимировича сводилась к следующему. Я думаю, что естественная задача любой частной компании, коль скоро вы позиционируете за «Спартак», что это частная компания, что это прибыль, а вообще лучше сверхприбыль. То тут он осадил, что в условиях современного состояния военных действий и угроз европейских стран, что они объявляют нам войну в долгую, он говорит, что сейчас частные компании, государственные компании должны отойти от этой формулы, хотя мы живем в парадигме капиталистических отношений рынка, что понятие «сверхприбыли» и «прибыль» должна отойти. Главным образом, главная задача – это обеспечить задачу укрепления не только обороноспособности нашей страны, но и обеспечить правильное и крепкое развитие страны. То есть задача всех крупнейших компаний нашей страны – это обеспечивать работу и загрузку нашей страны рабочими местами, высокой заработной платой и тому подобное. И не гнаться, можно сказать, как было выражение, за длинным рублем. Это задача. Вот понимаете, этим своим высказыванием Владимир Владимирович дал понять, что он не позволит крупным нашим компаниям, не только, но и «Газпрому», и «Роснефти», и «ТД». Их у нас достаточно много. Или, естественно, крупным бизнесменам ставить задачу выводок своих капиталов за рубеж. И отъезд их. Понимаете, вы, наверное, заметили, что за последние полгода, или три месяца, четыре месяца, у нас 15 тысяч крупных бизнесменов, миллионеров уехало. Ну, не обратил внимания Владимир. Предполагается, что за ближайшие полгода еще 1015, но это, правда, статистика, которую нам дает западноевропейские средства массовой информации, уйдет еще 1015 крупных российских бизнесменов. Так вот, мы с вами как-то обсуждали вопрос очень интересный, что из-за того, что мы не знали, как нашим крупным бизнесменам дать по рукам, чтобы не было оттока, громадного оттока денежных средств в иностранной валюте в зарубеж, они там объявили охоту на наших миллиардеров, назвали всех наших миллиардеров ворами, главным образом это назвал президент Соединенных Штатов Америки, который однозначно сказал, что все миллиардеры из России, которые жируют в Соединенных Штатах, в Великобритании, во Франции и тому подобное, это все воры, понимаете, у них надо отнимать. Но, тем не менее, воры ворами, но у этих воров не все же переехали в Англию и во Францию, многие в Объединенные Арабские Эмираты рвутся сейчас и в другие страны, типа, ну, в этом районе. Валерий Николаевич, чему вы ведете? Я веду к чему, Сережа? Спасибо, что вы мне прервали, потому что я увлекся, извините меня. Вот, задача какая? Задача в том, что Лукоил призывают к ответу, к ответу, то есть, ребята, беспокойтесь, пожалуйста, больше, а если уж вы добываете нефть в нашей стране и добываете ее сейчас, и продаете по очень хорошим ценам, и государство обеспечило вам сбыт этой нефти сейчас практически в Индию и в Китай, без потерь Европы, это как бы соблюдается интересы Лукоила, понимаете, то ваша задача сейчас не иметь сверхприбыль, а эту прибыль вкладывать внутри страны и не гоняться за огромными дивидендами. Вот призыв Путина, он им будет бить по рукам, он будет крепко следить за тем, чтобы такие компании, как Лукоил, вкладывали деньги в нашу промышленность, в перерабатывающую в том числе, и в том числе в российский футбол, коль скоро мы говорим о футболе, понимаете. Вот, и беспокоился в том числе за Спартак московский, чтобы у московского Спартака были деньги, и поменьше иностранных футболистов, иностранных тренеров приглашали. Тем более, как я вам сказал, Лукоил, ой, FIFA и UEFA делают для этого все возможное. Они убеждают, уж вроде как, ну, я не знаю, Сереж, уж руководство Испании, руководство Франции, руководство Великобритании, Италии уже сделали свои заявления, что мы им враги, они просто нам объявили войну, но мы все равно продолжаем из этих стран покупать футболистов и брать тренеров, Сергей. Вот, мне это вообще непонятно, Сережа. Я вам об этом говорил, ну, ладно, я говорю, потому что у нас все-таки свободная демократическая страна, каждый может, имеет право говорить и делать все, что угодно, но это непонятно, это непонятно. Вот, я так хотел вам сказать, чтобы, Сережа, я для чего вам сказал, чтобы вам было просто понятно и вашим болельщикам, в том числе и подписчикам, что деньги у Лукойла есть, им не дадут смыться, понимаете, им не дадут недоплачивать Спартаку, им сделают в нашей стране, руководству нашей страны, все возможное, чтобы у Спартака все было хорошо, и чтобы были деньги скупить лучших футболистов-крылья-софетов для игры в команды. Да, но мы же разговор-то начинали с того, чтобы были плюс-минус равные условия доступа к финансам. Как тогда эту лигу сделать так, чтобы была конкуренция? Мы же понимаем, сейчас Зенит оттяпал тоже там из-за крылья-софетов, сейчас он из Сочи кого-то заберет. Сергей, это всего то, что мы сейчас с вами довольно многословно говорили о том, что происходит, в конце концов, о чем, собственно, мы с вами так много и долго говорили в предыдущих передачах, что необходимо, безусловно, в сегодняшних условиях, когда УИФА и ФИФА говорят, хватит вам брать иностранцев, мы их просто у вас будем отбирать. И тренеров. В этих условиях всего-навсего надо делать, развивать наш футбол, и отказываться от долгосрочных отношений с УИФА и ФИФА. Понимаете, потому что понятно, если мы говорим о долгосрочных взаимной ненависти друг к другу, но главным образом у нас нет ненависти к Европе, они к нам питают ненависть. Понятно почему, потому что мы их собираемся сделать бедными. Мы их практически делаем бедные, Сереж, они с каждым годом, особенно в этом году, а на следующий год они будут вообще очень бедно жить. Понимаете, у них есть свои проблемы, не будем их трогать. Но не будем им протягивать руку дружеской помощи, они нам не протягивают это. Давайте, как вы сейчас правильно сказали, давайте не терять время и изменять потоки наших денежных средств в правильном направлении. В правильном направлении укрепление российской премьер-лиги. Каким образом? Путин дает понять, что он будет создавать все условия, чтобы у наших команд, в том числе и у крылья советов, были деньги. Понимаете? Чтобы были деньги. Не только у Спартака, а про Спартак я вам сказал, вы все время уныло. Почему я так долго говорил? Потому что вы все время говорите, все время уныло говорите одну и ту же мысль, что у Спартака в этом году будет хуже с деньгами. Да. Потому что владелец Спартака испытывает проблемы, не испытывает он проблемы. Его просто как следует за жопу нужно взять, чтобы он дал столько, сколько надо. Или просто убрать его. Понимаете? Принимая во внимание те условия, в которых мы сейчас находимся. Вот и все. И он все даст. Почему еще раз я вам говорю, у него ничего не отбирают. Лукойл получает огромные деньги. Государство обеспечивает ему высокую прибыль и продажу этой нефти. Это государство им обеспечивает сейчас возможность продажи своей нефти в Индию. А Индия готова из Китая сейчас практически купить все, что мы поставляли в Западную Европу. Все. И в том числе и в Соединенные Штаты Америки. Более того, и по достаточно высокой цене, обеспечивающей очень большой доход. Но даже и это не устраивает руководство Лукойла. Понимаете? Поэтому-то Путин и бьет им по рукам. Поэтому я вам говорю, что в какой-то мере он будет и у Лукойла отбирать кое-что. Для того, чтобы к таким же командам, как Крылья Советов, давать деньги. Не только Крылья Советов. И другим клубам. Премьер Лиги. Чтобы у них были деньги. Естественно, я с вами полностью согласен, Сергей. Если Крылья Советов будет испытывать колоссальные проблемы с деньгами, естественно, отток футболистов будет осуществляться по капиталистическим принципам. У кого есть, кто девочку ужинает, тот ее и танцует. Правильно? Практически Крылья Советов все танцуют, как следует. И ничего там, ничего и не останется. Поэтому задача, я с вами абсолютно солидарен, что задача укрепления. Да, укрепление Крыльев. Но танцуют-то так, что они вылетят. Там ничего не останется. Да, и не только вылетят. И Нижний Новгород, в том числе, и находится в таком же положении. И все остальные команды, которые достаточно тяжело находятся. То есть, мы возвращаемся опять к той же самой истории, о которой вы говорили, что дадут спонсора. Да. Но в данном случае мы сейчас, может быть, в связи с изменившимися условиями, может быть, мы будем отходить от спонсорства. Может быть, мы перейдем на более правильную форму управления. Это изменение денежных потоков. С помощью налогов и сборов. И перечисление этих налогов и сборов в другие клубы. Понимаете? То есть, чтобы потоки, а создавались фонды какие-то денежные. И Российский Футбольный Союз мог бы перекачивать эти деньги в клубы, которые испытывают большие проблемы финансовые. Но находятся в высшем дивизионе. В высшем дивизионе. И помогает им удержаться на плаву, чтобы из их клубов не уходили футболисты. Владимир Николаевич, разговор о Спартаке. Продолжим. Все-таки Спартак едет на Суперкубок. Есть разговор, слух о том, что в Спартак позвонили властные структуры и сказали, что не вздумайте это бойкотировать. Ну, разве это хорошо, Владимир Николаевич? Конечно, нехорошо. Конечно, нехорошо. Дело в том, что если это на самом деле такое произошло, что властные структуры позвонили и попросили не вздумайте такие вещи делать, властные структуры заблаговременно должны были подумать, чтобы этому не было. Вот и все. Всего-навсего-то надо было заблаговременно подумать. Так же, как организация матча, финального матча Спартак-Динамо, если бы продавали заблаговременно билеты, может быть, многие купили тихо и спокойно билеты без лишней суеты и тому подобное. Все надо делать вовремя и быстро. Ну, ведь вопрос, который вы поднимали тогда по проведению матча Суперкубка, ведь он возник сразу после того, как Спартак победил. Потому что Спартак, как мы с вами говорили, это одна из самых, если не самая популярная команда России, которую хотят смотреть. Я согласен, что эту команду очень хотел бы заполучить Санкт-Петербург в качестве своего спарринг-партнера на великолепном стадионе у себя в городе. То, что призывает центральное руководство страны, чтобы не надо поднимать волну, ну, во-первых, волну не надо поднимать в условиях военного, можно сказать, полувоенного положения. Вот в этом смысле не надо поднимать волну. Ну что, сейчас болельщик на болельщика, что ли, пойдет? Вот. Понимаете, надо проявлять... Но для этого, чтобы проявлять, надо было не назначать матч Санкт-Петербурга. Совершенно верно. Совершенно верно, Сергей. Это же логичная история. После того, как вышел Спартак, нельзя было назначать матч Санкт-Петербурга. Сережа, ну, вы знаете, ведь вопрос-то не очень сложный был. Вы сразу после матча Спартак-Динамо, вы на следующий день ко мне приехали. Я вам сказал, надо матч проводить, спокойно проводить в Лужниках. Да. И шухер не поднимать, и не рассматривать, не придумывать всякую-то хрень. Давайте разыграем, может быть, в Казани, может быть, в Нижнем, может быть, в Санкт-Петербурге. Надо было проводить этот матч на стадионе в Лужниках, потому что это центральный стадион, на котором проводятся центральные матчи. Вот и все. И не делать из этого какие-то вещи, которые начали производиться. Но я вам сказал, что «Зенит» сделал правильный шаг. Он сразу вышел на тех людей, которые должны были бы им обеспечить поддержку. И вот они и обеспечивают поддержку. А Спартак ничего, Спартак стал быковать. Спартак стал в позу. Песни стал петь, понимаете, на стадионах. Призывать своих болельщиков. А давайте так. Ну, это значит, что они хотят. Вот что, хотят поссориться с руководством страны? Ну, Сережа, в этой ситуации надо было сразу решать этот вопрос. Просто сразу надо было решать вопрос. Ну, это же не вина Спартака. Это проблема РФС, которая затянул, как и все, в принципе. Да, я с вами согласен, что РФС – это ангажированная организация. Ангажирована деньгами «Газпрома». Но ведь это все знают. «Газпром» заинтересован в проведении вопроса. Было бы порядочно и честно, наверное, если бы «Газпром» выступил в лице Миллера на передачах в Матч ТВ. И сам бы сказал Миллер, что мы платим, мы вообще весь футбол наш, российский, на 90% содержим мы за счет газа и нефти, который продает «Газпром». Мы содержим. Нам бы очень хотелось, чтобы этот матч сыграли на поле в Санкт-Петербурге. Поэтому просим ребят, людей, болельщиков с пониманием отнестись к тому, что мы сейчас хочем. «Наша хотелка вот такая». Вот. И это было бы честно. Но, Сережа, вообще-то мы уже давно говорим о том, что в наших новых условиях, в которых мы сейчас оказались, самое лучшее – это говорить друг другу правду. И тогда будет все очень просто. А не решать эти вопросы, делать вид, что мы хотим коллегиально решить, что вся страна, мол, за то, чтобы в Санкт-Петербурге была игра. Понимаете? А сказать всего-навсего, что вот мы хотим, мы все равно, мы за это все платим, мы за это все платим. Тогда по-другому был бы понимание. Владимир Викторович, то есть вы не верите Александру Валерьевичу Дюкову, который сказал о том, что он с господином Миллером по этой теме даже не общался? То он может сказать все, что угодно. Если не общался, что я могу сказать? Недалекий человек, значит. Это почему? Дюков. Он обязан был по этому вопросу разговаривать с Миллером. Просто обязан. Почему? Потому что, а зачем ему разговаривать с Миллером? Достаточно того, что Миллер проговорил этот вопрос с первыми людьми страны. Потом дал указиловку Медведеву, как себя вести. Медведев позвонил Дюкову и объяснил общую ситуацию страны. Дюков позвонил руководителям российской премьер-лиги, объяснил им, как надо работать, как надо понимать правильно. И они правильно приняли решение. Еще раз, я говорю, в нашей стране, кто девочку ужинает, тот ее и танцует. Но это главный принцип капитализма. Мы живем в этой парадигме. Давайте к этому и нормально относиться. И не боковать в этом смысле. Если мы хотим боковать, мы должны посмотреть, правильно вы говорите, назад. Вообще, у нас задница прикрыта или нет? А если она у нас задница не прикрыта, что мы будем боковать? Понимаете? Тем более, что сразу же руководство Лукоила начало кричать, что у них проблемы с деньгами сложные. У них могут возникнуть проблемы еще сложнее. Тогда, исходя из ваших слов, мы должны просто сказать, Зенит становись вечным чемпионом. У них последние туры, они знаете, кого поставили последние туры? Играет с Факелом, с Оренбургом и Сочи. Во, молодцы! Во, молодцы себе! Пока, Сергей, на сегодняшний день, если вдруг надо быть чемпионами, будут, а если вдруг те соперники будут вылетать, не вылетят. Слушайте, можно мне вам задать вопрос, Сергей? Да, конечно. Скоро вы даете мне пищу для размышления. Я бы хотел знать. А вообще, вот у меня, например, я бы очень хотел, чтобы Зенит не был чемпионом. Но у меня нет для этого никаких оснований считать, что Зенит не станет чемпионом. Владимир Николаевич, ну сейчас эти праздницы уедут. Вы мне спросите, нет, ну если так, вот видите, какой интересный вопрос. То есть, вы хотите сказать, что если из Спартака уедут все иностранцы вместе с тренером, да, а останется один приглашенный из крылья и советов нападающий, то у московского Спартака есть шанс хорошо поиграть. Может быть, есть шанс и у Динамо проявить себя хорошо. Есть. Да? Который тоже поменяли тренера. Да. Да? Вот. Тоже пришел и иностранный тренер, который в России никогда не был, да? Да. Кроме этого, еще поменяли и неожиданно забрали одного из лучших тренеров из Сочи. Да, в ЦСКА. Да. Казалось бы, Сочи так интересно в этом году сыграл против Зенита. И показал, как надо играть против Зенита, чтобы обыгрывать их везде. Понимаете? Но московская команда забрала тренера из Сочи, тем самым ослабив команду Сочи. Да. Вот понимаете, Сережа? Вот очень интересная схема. Если бы вы сказали, вот представляете, лучший тренер взяли и Зенит забрал себе. Вторым тренером будет в Зените, понимаете? Я бы как-то понял, ослабление, а тут московская команда забирает, я еще не удивлюсь, что из Сочи заберут еще парочку хороших футболистов, чтобы не играли так хорошо. Так кто же разваливает чемпионат, Зенит или Спартак, Динамо, ЦСКА и тому подобное? Сергей, ну давайте будем честными, а то как получится одна бока. Вот я поэтому говорю, Сергей, я очень не хочу, чтобы Зенит был чемпионом этого года, я просто пока не вижу ни одной команды, которая бы не пострадала, или пострадала бы меньше, чем Зенит. Зенит не страдает, у Зенита вот сейчас уходит лучший бразильский футболист, но я скажу, с катертью дорога. Не лучший, Юрий Алберто, не лучший. Ну скажем так, но хороший. Да, хороший. Хороший футболист уходит. Зенит не заплачет, уходит с катертью ему дорога. Мы найдем на его место другого футболиста. Ладенько, еще об этом поговорим, но у меня последний вопрос по Спартаку. Все, что касается Рыбуса, после того, как он подписал контракт со Спартаком, поляк, возбудились поляки, шляхта сказала, что мы его не будем вызывать в сборную. Это берет кровавые деньги и прочее, прочее. Гадостями, говном опять кидаются. Что в этой ситуации делать? Ну, с их точки зрения, они ведут себя совершенно правильно. Им за это платят, чтобы они говорили такие мерсости. Что касается футболиста, ему нравится в Москве. У него жена россиянка. Пусть даже если бы жена, у него была бы и не россиянка, а красивая полячка. Да. Или полька, я не знаю, как сейчас правильно говорить. Все время меня учили говорить полячка, а теперь говорят, надо говорить нет, полька. Потому что говорили раньше, что полька это танец, так называется. Теперь говорят нет. Ну, не будем по этому поводу. Извини, я к чему, что? А то меня сейчас ваши болельщики начнут учить, как правильно говорить. Полька или полячка, я не знаю. Так вот, я хочу сказать только об одном, чтобы великолепного футболиста взяли. Футболист себя ведет очень хорошо. Не боится всех запугиваний, что его не возьмут в сборную. Он хочет играть. И у него и русская жена, вы говорите, и дети, и Москва ему нравятся. Это очень здорово. Это звучит здорово. И вообще его решительность говорит о том, что не все поляки такие подонки, как их политическое руководство. Вот и все. Что я могу сказать большего? Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста.